Всем привет! В общем, все по классике. Когда начинается вот такая погода, лучше всего позаботиться о том, чтобы были сухие ноги. Конечно, хорошо, когда обувь не промокает, но она может так же и испортиться, так же и протереться. В общем, полным-полно разных нюансов, когда в вашу обувь может попасть вода, ну, либо влага. Для того, чтобы от нее избавиться, нужно будет, естественно, ее просушить. В сушилке есть нескольких видов. И вот, есть один вид сушилок, разобрав который, ты начинаешь понимать, что такие лучше не покупать. Досмотрите видео до конца, и вы поймете, о чем я говорю. А брать стоит вот такие сушилки, ну, или же хотя бы вот такие сушилки. Это самый оптимальный вариант для того, чтобы высушить вашу обувь и не повредить ее. Всем привет. Вот изначально одна греет, а другая не греет. И не греет та, которая с разветвителем. Сранненько. Ну, уже определились, хотя бы какая не греет, будем ее разбирать и смотреть. Так, посмотрим, что же там может быть. Нужна плоская отвертка для этого болтика, винтика, шпунтика. Главное отключить, когда будете разбирать. Отвертка для этого болтика. Вот такая вот схема. Все бы ничего. Но что здесь может сломаться, непонятно, если этот греется. Но хотя даже становится понятным. Мне так кажется. Выгорел R3 резистор и куда-то потерялся. Поскольку есть вторая лапа, которая работает, можно выкрутить и замерить его сопротивление, а потом подобрать что-нибудь подобное. Обозначение R радует тем, что это именно сопротивление. Да, тут тоже на грани выгорания данное сопротивление. Здесь его уже нет, а здесь оно уже повреждено от сильного перегрева. По-моему, конечно, проще поменять, чем колхозить. Ну, будем искать, что же можно с этим сделать. Так, сопротивление поставим на 2000 Ом. Не надо блестить. Так. 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 но я не смогу найти такую же здесь кстати вот одно и второе которое накрылся R4 у нас на сколько будет они одинаковые в общем я думаю что лучше его не колхозит не купил большие деньги стоит заменить но если кому-то нужно то вот здесь вот на 15 килоом два резака стоят вот эти вот подгоревшие здесь они подгоревшие этот и этот R4 и R3 а здесь они полностью отсутствуют в общем подытожим как же можно использовать эту вещь нашел кстати вот он валяется один на 15 к с этой стороны он такой беленький красивый а с этой стороны краска уже обгорела и он уже не такой привлекательный итак самое нормальное разумное применение теперь только такой это мусор это мусор и у нас остается вот такая вот штука гирлянда из проводов возьмем нормальный с нитью накалов керамики если вдруг там что-то поломается перетрется перегорит у нас будет запасной провод а это все это утиль одноразовый не хочется рисковать бояться сюда в надежде что потом не коротнет нигде поэтому лучше старая добрая нить накала